Дни сека солнца Воссиянам на воздусе Всечестная икона Твоя, Владычица Лучами милости мир просвещающая И уже великая Россия Яко некий дар божественный свыше Благоговейне восприемши Прославляет Тя, Богоматя Всех, Владычицу И от Тебе, родшегося Христа Бога нашего Величает радостно Возникновение Тихвинского Богородично-Успенского монастыря И самого города Тихвина Связано с явлением в этих местах Иконы Пресвятой Богородицы Получившей именование Тихвинское Вот как гласит летопись О чудесном явлении этой иконы В русской земле Во время благочестивой державы Великого князя Дмитрия Донского В 1383 году Среди пустынных болот и лесов В пределах Великого Новограда Рыбари, занимаясь ловитвой На пучинах озера Нева Внезапно были озарены Необыкновенным блистанием Со смущением и ужасом Взглянув на небо Они увидели икону Пресвятой Богородицы В ослепительном сиянии Тихо несущуюся над водами 26 июня того же года Икона явилась над берегом Реки Тихвинги Туда пришли священники Со множеством народа И стали служить молебен Перед святыней Икона сошла на руки молящихся На месте окончательно избранном Самой Богородицей Был поставлен деревянный храм В честь ее успения Чудотворная икона Пребывая в новоустроенном храме Обилием чудес привлекла к себе христиан Из отдаленных сторон земли русской Так, на месте, где были только леса Да болота Появился Пречистинский погост Давший начало и монастырю И городу В 1560 году Здесь по указу царя Иоанна Грозного Был основан мужской монастырь Святая Тихвинская обитель Неоднократно выступала Защитницей северо-западных Рубежей России В смутное время, в начале 17-го столетия Монастырь защитил жителей Тихвина И прилежащих земель От шведской интервенции Вот как гласит летопись Не только воины, но даже старики Женщины и дети Каждый по силам своим Все дрались за икону Божией Матери С чувством истинной веры И многократно отбивали отчаянные нападения И вот уже в последний раз Шведские войска двинулись на монастырь Чтобы разорить обитель до основания Малая горстка защитников Укрепляясь денные ночи на молитву И перед чудотворной иконой Решилась умереть на стенах святой обители Не допустив ко храму Богородицы Ни одного врага Иначе как через трупы всех до последнего ее рабов И свершилось чудо Шведам показалось, будто многочисленное воинство Сильно вооруженное Со всех сторон стремится им навстречу И в смятении они бежали Пресвятая владыщица Посредством своего честного образа Отразила нападение врагов На святую обитель Сегодня в возрождающемся Тихонском монастыре Братья молятся перед списком чудотворной иконы Божией Матери Явленный же святой образ Царицы Небесной Преобразивший землю русскую Пребывает ныне в Соединенных Штатах Америки В городе Чикаго Здесь, в Успенском соборе, на первом при входе столбе справа, более 600 лет находилась чудотворная Тихвинская икона Эти стены Видели великую славу монастыря Видели многотысячные потоки людей Идущих на поклон к Царице Небесной К святому образу ее При строительстве Успенского собора Богородица явила чудо В летописи записано При окончании строительства Паперть внезапно обрушилась И засыпало 20 человек Не было ни малейшей надежды К спасению людей Трое суток находившихся под страшную тяжестью Но каковы были изумления и благодарность народа к милости Матери Божией Когда все 20 человек Явились невредимо сохраненные ею Всегда милость и заступничество Пресвятой Богородицы Прибывала над Святой Тихвинской обителью Уберегла монастырь Пречистая И от полного поругания и забвения В годы лютых гонений И сегодня помогает отживать свои обители Навеки пребывая Ее небесной госпожой В 1995 году В Санкт-Петербургской епархии Вновь была открыта Древняя Тихвинская обитель И в монастырских стенах Зазвучала молитва ко Пресвятой Богородице Великий пост В монастыре время особого молитвенного подвига Время глубокого покаяния И сугубой молитвы И славнейшую Хелуи И славнейшую Хелуи И славнейшую Бескомненья И славнейшую И славнейшую И славнейшую По преданию Икона сама Покидает пределы города И по воздуху Пастырем нашим Ревность и бдение о душах Городоправителем Мудрость и силу Судьям правду и нелицеприятия Наставникам разум И смиренно мудрия Супругам любовь и согласие Чагам послушания Обидимым терпение Обидящим страх Божий Тихвинский образ Божьей Матери До сего дня Глубоко почитается Русскими людьми По всему нашему отечеству Как птицы Разлетелись его списки И сейчас в каждом городе Легко можно отыскать храм Где благоговейно хранится И почитается Тихвинский образ Богоматери Как только у братьев Появилась возможность Молиться в обители Непрерываемым потоком Полилась череда богослужений Ведь что невозможно человеку Возможно Богу По молитвам нашим Божья благодать действует Преображая все вокруг И так незаметно Молитву и трудами Несколько монахов Стала постепенно Возрождаться Святыня земли русской Тихвинский Богородично-Успенский монастырь Говорит Настоятель обители Игумен Ефимий В нашем монастыре Богослужения проходят ежедневно И начинаются они с 6 часов утра Начинаются с монашеского чина С полуношницы И после этого Молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери Потом читаются часы И заканчивается все божественной литургией После этого братья обедают И идет на послушание Повседневная работа Заключается в том, чтобы Заготовить дрова Вовремя Прополоть огород, если это лето Убрать территорию, потому что территория Нашего монастыря очень большая Раскидать снег И служим Служим Православным христианам Отправляем требы Богослужения Пречащаем больных У нас есть воскресная школа Очень Даже мы не ожидали Что такой резонанс будет После того, как мы открыли нашу воскресную школу Очень много людей К нам приходит И молодежи И верующих И очень интересные вопросы задают И им очень нравится Беседовать с нами на духовной теме Они изучают Священное Писание И даже преподаватель нашей воскресной школы Кто ведет ее часто Отец Александр Дает им задание Писать сочинения И верующие пишут сочинения На богословские темы И после этого Каждое сочинение обсуждается Ну какая-то такая вот Монастырская и приходская жизнь у нас Слава Богу Наладилась Хочется, чтобы Больше людей Больше людей Приходила в монастырь И Больше людей Приносила В дар Богу Свои молитвы Обратного пути нет Все те усилия Которые Прилагают И монашествующие братья И Санкт-Петербургская епархия И город Тихвин И область Санкт-Петербургская И я думаю, наверное, весь мир Монастырь Русский Православный И чтобы все эти усилия Как-то пропали или исчезли Этого быть не может Мы верим, что Монастырь Возродится И мы еще увидим Тот То событие Великое Когда Образ Пресвятой Богородицы Вернется В свои стены Братья Тихвинского монастыря С первых дней После возобновления Деятельности обители Проявляют особенное Попечение о благоустройстве Святых храмов Восстанавливается чудом Уцелевший Шестиярусный Иконостас С резными царскими Вратами Поставленный В Успенском соборе В 1624 году Он был вызолочен Червонным золотом Все прекрасные Древние его иконы В серебряных И золоченых ризах Изъяты большевиками В годы богоборчества Трудно приходится Сегодня Немногочисленные Братья Нужно и обитель Благоукрашать И хозяйственную жизнь Налаживать Восстанавливать Древние монастырские Постройки И нести Каждодневные Послушания Ведь суть монастырского Делания Молитвы и труд Положенные на Алтарь Господа Так же как После войны со шведами И большого пожара Монастырю пришлось Возрождаться Так и ныне Почти с изново Приходится Воссоздавать обитель Сегодня На долю современных Монахов Выпал тяжелый крест Восстановление Разрушенных святынь Да еще малыми силами Ведь монашеское Делание Было почти загублено И только в наше время Начинает возрождаться В России В Тихвинском монастыре Братьей пока немного Но тем сильнее Любовь к Пресвятой Владычице Упование на ее Всесильные молитвы И любой труд Под покровом Пресвятой Царицы Небесной Становится в радость На благо Быстрейшего восстановления Монастыря А значит Скорейшего возвращения Чудотворной Тихвинской иконы В свой родной дом Всегда в Тихвинском монастыре Велось обширное хозяйство В документах 15-17 веков Упоминаются такие должности Как хлебодара Казначея Келлари Ключаря И многих других И сегодня постепенно Они оживают в обители С древних времен В монастыре работают Токари, крестечники Резавшие кресты Разного размера От нательных До поклонных Начались крупномасштабные Восстановительные работы И реставрация Монастырских зданий Братья При помощи благотворителей Интенсивными темпами Ведет реставрационные работы На куполах Успенского собора Ремонтируются кровли Укрепляются Перекрытия Сегодня В Тихонской обители Возрождаются Необходимые для жизни Монастыря Ремесла По слову святителя Иоанна Златоуста Ничто так не возвышает и не окрыляет душу Не отрешает ее от земли Не избавляет от уст тела Не располагает Презирать все житейское Как согласное пение И стройно составленная Божественная песень В каждом монастыре Из древних распевов И их позднейших местных вариантов Постепенно складывался Свой особый обиход церковного пения Получивший впоследствии название По месту своего возникновения В жизни Тихвина, да и всей России Богородичная обитель всегда имела большое значение Монастырь был не только важным оборонным сооружением Но и крупным центром русской культуры, благотворительности и просвещения Не зря называли его Богородичной лаврой Монастырь отличался обилием храмов, древними иконами, ценной утварью В монастырской библиотеке было собрано более двух тысяч томов рукописного текста Был составлен план Тихвинского посада и монастыря Редчайший источник для изучения русского деревянного зодчества и градостроительства Существовала иконописная мастерская Процветало ювелирное дело, книгопечатание Имелось свое хозяйство Сады, кузница, конюшня, скотный двор В начале 18 века при монастыре открылась богодельня Аптека, больница, первая городская школа Тихвинские иеромонахи окормляли русский военный флот Монастырь оказывал поддержку раненым и семьям погибших Субтитры создавал DimaTorzok